Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем рассуждать о ГСПГ, высоком инсулине и высоком сахаре. Такой короткий выпуск я бы хотел, чтобы дифференцированно на моем канале был такой высокий выпуск, потому что многие люди, вы находите у себя высокий ГСПГ, дальше, соответственно, какая? Человек гуглит, ага, что мне делать с высоким ГСПГ? Надо съесть стан. Да, сожру стан. Человек прожирает стан, соответственно, последствия гипогонодизма у него могут оставаться. Если непосредствия, обусловленные гипогонодизмом, высокий ГСПГ, то нарушения ЖКТ печени будут оставаться. Поэтому я сделал два выпуска, сегодня мы проговорим про инсулин, глюкозу, и второй выпуск будет про ЖКТ печень, как это взаимосвязано. И, соответственно, для этого вы уловите основную мою мысль, да, что нужно еще пролечивать какие-то сопутствующие проблемы после этого, а не просто, что вот ГСПГ это такое нарушение, которое лечится станозололом. Да, станозолол применяют, абсолютно доказано, что после употребления станозололом ГСПГ падает, но, опять же, не станозололом единым, как говорится, убирается эта проблема, нужно смотреть глубже, нужно смотреть причины проблемы, что это вызывает и так далее. Сегодня мы обсудим вот что, мы обсудим как бы следствие высокого ГСПГ и застрим вопрос на этом. То есть мы поймем, что происходит после того, когда у вас уже ГСПГ повысился, и вот вы на нем живете какое-то время. Вы же его не сразу вот обнаруживаете, он там повысился, 50 стал, и вы такие, ой, ну, у меня ГСПГ 50, я вот чувствую. То есть какое-то время вы живете с этим ГСПГ, и, соответственно, это время все происходит, негативные эндокринные изменения. И сейчас мы поймем, какие. Значит, механизм, который я расскажу вам, он срабатывает при гипогонадизме, такой же механизм срабатывает, как и при высоком ГСПГ. И эти два механизма, кому интересно то, что я сейчас буду рассказывать, они в исследованиях указаны, которые мы с вами слушали из ПАПМЕДА, выпуски цепианат, терапия цепианатом при диабете второго типа, тестостерон цепианат. Вот эти исследования с ПАПМЕДА, когда мы рассматривали, там этот механизм указывался. Я просто сейчас буду просто вам рассказывать, в чем суть. Ваш тестостерон связан, соответственно, тестостерон помогает утилизировать глюкозу. Раз глюкоза хуже утилизируется, значит, соответственно, у вас растет глюкоза. Вместе с ростом глюкозы формируется инсулинорезистентность, растет ваш инсулин. Раз растет инсулин, соответственно, у вас нарастает как бы преддиабет. И таким образом, соответственно, мы упираемся в то, что нам нужно лечить не конкретно вот только высокий ГСПГ, но нам нужно и лечить ряд проблем, в том числе и, соответственно, инсулинорезистентность. Как мы это делаем? В первую очередь, мы должны выявить инсулинорезистентность и понять, насколько она выражена. То есть, мы должны сдать инсулин и глюкозу, по-другому это называется индекс хомо-Ай-Ар. Если у вас идет инсулин выше 10 и глюкоза уже выше 5 и 5, это еще не диабет второго типа, но это явная нарастающая инсулинорезистентность, с которой, так или иначе, нужно бороться. Бороться нужно с ней медикаментозно. И здесь, дорогие друзья, очень часто используется такой препарат, как метформин. Но препарат метформин, он, соответственно, вызывает дефицит и магния, и витамина группы В. Также метформин без определенной профилактики, если у вас нарушен желчоотток, или вы не работаете с желчооттоком персонально, индивидуально, да, то есть, как минимум, соответственно, вы не знаете вот такой вещи, как, допустим, загиб желчного и так далее, желчных путей, то что может произойти? Метформин, он, соответственно, именно лишнюю глюкозу выводит через кишечник. Соответственно, ваша лишняя глюкоза, которая будет выводиться через кишечник, она же будет питать и патогенную биоту в вашем кишечнике при наличии таковой. Так как меня смотрят качки, вы все постоянно переедаете, процессы в кишечнике гниения увеличены, как правило, есть СИБА, повышенный такой уже немножко, если вы начинаете есть метформин, то без определенной профилактики, если нет колодного серебра, или там, допустим, не работаем с желчооттоком, там, как минимум, уж сосан не пьем, или если есть на то показания аллахол, вариантов очень много, как можно работать с детоксикационной системой, но если они не работаются, соответственно, ни с детоксикацией, вы не работаете ни с, соответственно, микробными маркерами, то метформин может нанести вам вред и вызвать у вас через какое-то время, соответственно, синдром избыточного бактериального роста. Таким образом, одно лечим, другое лечим, вы вроде бы пролечите сахар, но заимеете проблемы с кишечником. Поэтому, дорогие друзья, соответственно, чтобы пролечивать инсулинорезистентность, за это нужно браться комплексно. Скоро я сниму об этом отдельные выпуски, как с этим можно работать. Но самостоятельно вы можете убрать быстрые углеводы, начать пить берберин профилактический, что, соответственно, никаких особых побочек вам не даст. И, в общем-то, на этом, так скажем, ваша работа с инсулинорезистентностью самостоятельно пока может остановиться, потому что дальше очень много клинических рекомендаций по тому, как можно сбивать глюкозу. Может быть, у вас будет больше высокого глюкозы, может быть, у вас будет больше высокий инсулин. От этого тоже может выбор препаратов, не, как говорится, метформином единым, препаратов гипогликолитических выбор может разниться. Соответственно, вопрос, насколько выражена эта проблема. Поэтому, дорогие друзья, я вам рекомендую, соответственно, не с плеча так самостоятельно не торопиться, не назначать себе самостоятельно гипогликолитические препараты. Опять же, повторюсь, метформин хороший препарат, просто он требует определенного ухода и требует комплексного назначения. То есть, это не препарат, который можно использовать в соло, как принято это говорить у качков. Вот. И это по поводу того, что, соответственно, в ГСПГ всегда идет бок о бок с инсулинорезистентностью, и мы всегда пролечиваем ГСПГ и инсулинорезистентность тот же. В ГСПГ не идет бок о бок с инсулинорезистентностью, только если вам повезло, и прошло очень-очень мало времени, и, соответственно, ваш организм не успел дополучить вот этот вот вред. Опять же, еще, дорогие друзья, еще один момент. Когда у вас есть инсулинорезистентность, у вас может быть и лептинорезистентность, что может вызывать проблемы с аппетитом, и может вызывать, соответственно, повышенное жироотложение. Вот. И на данный момент есть спорные исследования, то есть мы еще продолжаем спорить точно неуверенно, но есть мнение на то, что вот высокий ГСПГ, он приводит и к росту лептина, и лептинорезистентности. Поэтому мы как бы вкупе и получаем, соответственно, такую ситуацию, что человек может вроде бы много и не кушать, но достаточно много откладывать подкожно-жироотклетчатки или просто не может пережечь полноценно свою подкожно-жироотклетчатку. Курс с тестостеронами, да, как принято то, что вот я сейчас курсану, у меня и ГСПГ упадет, и вроде как в тестостероне написано, что он сахар снижает, и все будет замечательно. Ну, это на самом деле маскирующая, такая методика маскирующая эти проблемы. Здесь сейчас это вам поможет, но в какой-то момент это будет все меньше и меньше, соответственно, приносить пользы. Почему? Потому что тестостерон – это только, так скажем, одна сторона медали вашей терапии. Тестостерон не отменяет лечение гипогликетическими препаратами, если такие препараты вам уже показаны. То есть, пролечить клетки поджелудочной железы и также вообще клеточную чувствительность к инсулину необходимо. Также, если у вас, допустим, нарушена ферментная активность, да, у вас недостаточно амилазы, эластазы, панкреатической липазы и так далее, то, соответственно, ферментная активность тоже пролечивается отдельно, да, если у вас там панкреатиты какие-то присутствуют. И нельзя вылечить тестостероном заболевания поджелудочной железы или какие-то еще другие заболевания. Но действительно, тестостерон в совокупности с лечением ваших других хронических заболеваний, он облегчает течение хронических заболеваний, начиная с заболеваний, как вы знаете, артритов, артрозов и, да, действительно, даже заканчивая диабетом, он все эти течения заболеваний как бы облегчает. Но мы не можем сказать, что это непосредственное лекарство к тому или иному заболеванию, да, если особенно рассматриваем в призме повышение лечения метаболического так называемого синдрома, когда, допустим, у нас поднялся ГСПГ, и на его фоне у нас наступила инсулинорезистентность. Все должно быть в куче. Что еще входит в метаболический синдром и в повышение ГСПГ, кстати говоря? Это, конечно же, изменение липидного профиля, дизлипидомия. То есть повышается плохой холестерин, могут повыситься триглицериды. Соответственно, это все повышенный риск артеросклероза. Должны ли мы этим заниматься? Ну, конечно же, должны. А если мы будем использовать, соответственно, тестостероны, различные другие виды тестостерона, при том, что у нас уже будет дизлипидомия, мы, естественно, вот загляните в инструкцию любого тестостерона. Ну, там написано черным по белому, что как бы повышает лип протеиды низкой плотности, плохой холестерин. Холестерин плохой у вас будет увеличиваться. Поэтому это не повод, да, если особенно вы на курсе, как говорится, посыпать голову пеклом, отменять курс анаболических стероидов срочно, потому что это тоже резкая отмена анаболических стероидов, это тоже стресс для организма. Нет. Это повод добавить препараты, обязательно не статины, потому что статины, как правило, это в самых крайних случаях мы назначаем, они могут нанести ущерб организму. Но, соответственно, добавить, как правило, гепатопротекторные средства, чтобы, соответственно, нормализовать функцию деятельности печени, нормализовать, соответственно, желчный отток, нормализовать все токсикационные барьеры и так далее, чтобы у нас и холестерин выпрямлялся. Опять же, нужно выяснить, у каждого, соответственно, человека бывают разные причины. У кого-то причины в печени, у кого-то уже КТ причины дизлепидемии, тестостерон является только таким вторичным фактором, риском. Поэтому, если вы работаете с ГСПГ, получается, смотрите следующий выпуск, обязательно я расскажу. Нужно работать и с ЖКТ, и с печенью. Это основная причина, почему, скорее всего, поломался ГСПГ. Соответственно, вторая причина, ну, второй момент, вы работаете симптоматически, ну, качки любят делать тазолол, и я соглашусь, это самый быстрый способ, соответственно, принять тазолол и опустить ГСПГ. И, соответственно, третье, вы работаете всегда с инсулинорезистентностью, и четвертое, вы работаете с дизлепидемией. Вот такие вот правила, дорогие друзья, работая, соответственно, с ГСПГ, то есть ГСПГ, еще раз резюмирую, для чего этот выпуск, чтобы осознать, что снизить ГСПГ, это не только выпить стонозолол, потом сделать какую-то примитивную, послекурсовую терапию, и на этом поставить точку. Нет, дорогие друзья, если вы обнаружили у себя высокие ГСПГ, то, скорее всего, добро пожаловать в метаболический синдром, и мы должны пролечивать метаболический синдром в целом. Если вам был интересен этот выпуск, напишите мне об этом в комментариях. Если вы хотите поучиться, поизучать какие-то анализы и так далее, я вас всех жду на своих платных онлайн-консультациях. И, конечно же, да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok